МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие ребята! Мы с вами открываем очередное заседание Академии занимательных наук. И на поездке дня... Да уж. Только передача началась, и уже звонки. Извините меня, пожалуйста. Алло. Конечно, а кто это? Здравствуйте. Это Вика Малюк из Вологды. У нее ко мне вопрос. Да, Вика. Какой у тебя вопрос? Так. О, хорошо. Хорошо, непременно отвечу. Ну, пока, пока. Ребята, как-то раз Вика встретила очень красивый розовый цветок. Мама ей сказала, что его зовут Иваном, и растет он после пожара. Вика просила прояснить, неужели растения могут носить человеческие имена, и почему он растет после пожара. Спасибо тебе, Вика, за интересный вопрос. Ну что ж, друзья, начинаем наше расследование. Предлагаю назвать его «Дело» о растении с известным именем. Так, нам известно, что искомый цветок розового цвета. Имя у него Иван, и растет он после пожара. Так, включаем программу идентификации. Так, это не то. Это тоже не то. И это не тот. И этот цветок, к сожалению, не похож. Вот он, вот он, Иван-чай. Да, Иван-чай – уникальное в своем роде растение. И очень полезное для человека. Только представьте, в его состав входят железо, медь, марганец, витамин С и другие жизненно необходимые вещества. Кроме того, Иван-чай – одно из самых медоносных растений. Мед из его нектара называется кипрейным. Такой мед очень вкусный и полезный. По консистенции напоминает сливочный крем. Теперь я предлагаю заглянуть в досье нашего сегодняшнего героя. Имя – кипрей. Фамилия – Иван-чай. Класс – двудольные. Семейство – кипрейные. Срок жизни – многолетнее растение. Особые приметы – ярко-малиновый цветок с узкими листьями. Ближайшие родственники – фуксия – энотера. В детстве я тоже всегда задавалась вопросом, почему же это растение так называется – Иван-чай. Слово Иван в этом названии имеет самое непосредственное отношение к Иве. Оно означает «Ивоподобный», а потому и пишется с маленькой буквы. На это указывает не только похожее звучание «Ива», «Иван». С английского языка название этого цветка переводится как «Ива-трава», а по-словацки – «вербовка». Напоминаю вам, ребята, что «верба» – это тоже «ива», так же, как «ветла» и «ракита», например. Кипрейное растение назвали Иваном, потому что форма его листьев напоминает форму листьев ивы. Вот так. Кстати, многие растения носят человеческие имена. Вспомните, что фиалку трёхцветную в просторечии называют «анютины глазки». А вот знаменитый фиолетово-жёлтый цветок имеет в своём названии аж два имени. Вы догадались, наверное, да? Ну, конечно же, Иван да Мария. Но вернёмся к нашему объекту. Почему же всё-таки чай? Вам будет интересно узнать, что в России привычный нам чай появился лишь в 17 веке. Это был дар от монгольского Алтын-хана. Но настоящий чай был очень дорогим. И хорошей альтернативой ему стал именно Иван-чай, который русские чаёвники заваривали и пили ещё в 12 веке. Я, ребята, тоже очень люблю чай и вам советую пить очень полезный напиток. Раньше его изготавливали вот таким образом. Листья Иван-чая сушили, ошпаривали в катке кипятком, перетирали в корыте, затем откидывали на противень и сушили в русской печи. После сушки листья ещё раз разминали, и чай был готов. Но и это ещё не всё. Из молодых побегов и листьев Иван-чая готовят салаты, супы. А свежие корни можно употреблять в сыром или варёном виде. Ну, например, вместо спаржи или капусты. Из высушенных корней готовят муку, из которой можно выпекать хлеб, оладьи и лепёшки. А поджаренные корни используют для приготовления очень вкусного напитка типа кофе. Иван-чай совсем неприхотливое растение. Любит расти на открытом пространстве и одним из первых появляется на нарушенной территории. Вот поэтому Викой говорят, что Иван-чай растёт после пожара. Вырубки и опушки – самые подходящие места для этого интересного растения. А я уже отыскала ещё одно любопытное письмо. Пришло оно от Саши Мазура из города Норильска. Саша пишет. Здравствуйте, Анна Семёновна. Мне говорил мой дедушка, что у белого медведя шуба белая, а кожа чёрная. Правда ли это? Любопытно, правда, ребята? А у природы, между прочим, всё очень любопытно. Но самое главное – очень мудро. Для начала давайте-ка посмотрим, что мы знаем о белом медведе. Открываем дело о чёрной коже. Белый медведь, ребята, один из самых крупных представителей не только семейства, но и всего отряда хищных. Посмотрим его досье? Посмотрим. Имя – медведь. Фамилия – Белый. Класс – млекопитающие. Отряд – хищные. Семейство – медвежье. Постоянное место жительства. Обитает в приполярных областях на северном полушарии Земли. Длина тела – до трёх метров. Вес – до 800 килограммов. Характер вспыльчивый. Особые приметы. Кожа чёрная, но в Африке его искать не стоит. Удивительные животные. Вы только вдумайтесь, ребята. Длина тела белого медведя может достигать трёх метров. Несмотря на такие размеры и кажущаяся неповоротливость, белые мишки даже на суше быстры и ловки. Они умеют плавать и порой заплывают очень далеко от суши. По тяжёлым северным льдам белый медведь может проходить до 40 километров в сутки и легко преодолевает небольшие ледяные перевалы. У белых медведей, в отличие от волков, тигров и других опасных хищников, практически отсутствует мимическая мускулатура. По этой причине с медведями очень тяжело работать дрессировщиком. Эти хищники никогда не предупреждают о предстоящей агрессии. Детёныш белого медведя появляется на свет очень маленьким, слепым, глухим и беззащитным. Поэтому в течение двух лет он живёт с матерью. Кстати, зиму, самое голодное и суровое время, медведи приспособились проводить в берлоге. Правда, у них не настоящая спячка, при которой животные впадают в анабиоз, а чуткий сон, при котором его сердечно-лёгочная деятельность слегка снижается. Температура тела колеблется между 29 и 34 градусами. После 5-10 вздохов наступает пауза, которая иногда длится до 4 минут. Белые медведи никогда не пьют воду, потому что всю влагу они получают вместе с пищей. На территории России белый медведь на грани исчезновения и поэтому занесён в Красную книгу России. Но давайте-ка разберёмся, почему же у белого медведя чёрная кожа? Белые медведи живут в очень суровых климатических условиях. Температура воздуха в северных районах земного шара может достигать минус 80 градусов по Цельсию. Сохранять тепло им помогает подкожный жир и цвет кожи. Чёрный цвет способствует поглощению солнечных лучей, а также быстрому высыханию после купания. Невероятно, правда, друзья? Вот поэтому я и люблю биологию. Сколько же чудесного в этой науке! Ох, ребята, обязательно указывайте в письмах свою фамилию и город, в котором вы живёте. Очень хочется знать, от кого и откуда приходят вопросы. Да ещё такие интересные, как, например, от Вовы, который свою фамилию не указал. Но вопрос такой интересный, что я не могла оставить его без внимания. Здравствуйте, дорогая Анна Семёновна! А правда, что кораллы это живые существа? Да, отчасти Вова это правда, но только отчасти. Коралл это очень необычный предмет. Ещё задолго до Рождества Христова люди считали, что коралл способен предупредить о надвигающейся опасности. Поэтому кусочки коралла носили на шее как оберег. Вот, посмотрите. Много лет спустя миф о сверхъестественных силах коралла, конечно же, развеялся. Зато коралл настолько утвердил себя в качестве украшения, что сегодня многие виды коралла ценятся наравне с драгоценными камнями. Ну, казалось бы, украшение только. Какое же имеет отношение кораллы к животному миру? Оказывается, дорогие мои ребята, коралл это скелет крошечного желеобразного морского организма кораллового полипа. Со всех сторон полип покрыт большим количеством маленьких щупальцев. Скелет кораллового полипа состоит из специального известкового вещества. Когда полип прикрепляется к поверхности скалы под водой, от него отпочковываются другие полипы. Когда полипы отмирают, образуются своеобразные окостеневшие щупальца. По мере того, как все новые и новые поколения полипов нарастают на скелетах своих предшественников, происходит формирование коралла. Чем больше наростов, тем объемнее тело коралла. При активном формировании полипов образуются целые коралловые острова и рифы. Эти организмы водятся в теплых и тропических водах. Чаще всего кораллы встречаются в южных водах Тихого океана, в Индийском океане, в Средиземном море и в водах у побережья Мексики, Флориды и Вест Индии. Самым большим коралловым рифом в мире считается Большой барьерный риф, который тянется вдоль побережья Австралии более чем на 2000 километров. Представляете, ребята, Большой барьерный риф можно увидеть из космоса. Это же просто чудо природы. Но, к сожалению, наше эфирное время истекло. Пора прощаться. Очень жду ваши письма по адресу 109-147 Москва, улица Марксистская, дом 34, корпус 7, Анне Семеновне Бабочкиной. Также непременно оставляйте свои вопросы на сайте www.radostemoya.ru Не забывайте указывать свою фамилию и город. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова